Как размножать черноплодку семенами или семенками? К сожалению, черноплодка, все, кто занимается ее размножением, используют самый простой путь, то есть семенами. То, что она поэтому никогда не становится вот такой вот, ну как смородина, это понятно, потому что семенами. Но у нее главное не это. Вот у меня, она сейчас лежит в холодильнике прошлогодние, у меня каждый раз, когда я завариваю чай, это очень важный момент, я просто, ну, с жменька этого самого, листьев чайных, или как там называется, забыл, указать, заварка, и пять штук ладу этих из замороженных, этих самых черноплодок. Они не крупные, вот такие, как эти ногти. Вот. И урожайные. Одного мне дерева хватило все 25 лет, что она у меня. Поэтому она семечка, ее никто не укоренял. Просто, когда я еще спросил, да, я потом пробовал, а женщина, которая мне подарила, ну, была причина подарить мне ее, из благодарности. Я ей помог в жизни, она не знала, чем мне помочь. Вот. Я говорю, не знаю, сам. Она взяла, привезла мне эту. Она с трудом отрубила вот куст вот такой вот, мощь, там, 20 этих, вверх лезет. Сбоку один чуть-чуть отставал, она вот так вот обрубила, и там чуть-чуть корешков было. Я посадил, и пошло. Вот вся моя агротехника. Вот. Семенами, получается, можно отрубить такой черенок. Я потом пробовал, у меня же просили. То есть не черенок, а отводок. И уже не получилось ни разу. Видите? Поэтому остается семенами так. А черенками, это вы, родные, у меня не было причин. Мне хватало, вот смотришь, вся в этом. Вот таких вот, довольно крупные эти. Семена, хотя и не привито. Вот. Может, я тоже кто-то когда-то отрубил. Но, если вы сможете укоренить черенками, это вы теперь, Виталий, нам расскажете. Вот такие дела. А семена мне в голову не приходила, даже как и, допустим, семена груши, понятно, там, или семена дикой яблони сибирки, это святое. А чтобы черноплодку, хотя бы плодиками, я ни разу не пробовал. Но, если будете заказывать осенью, я вам этих, скажете, я вам заказываю. Я на вас заработаю, у меня же минимальный заказ 1000 рублей. А если вы напишите, а еще и черноплодку, скажете, вы обещали подарить. Мне за черноплодку стоит набрать деньги. Так, Александр Лец, тих. Можете сказать, почему первичное плодоношение самое ценное? Косточки. Это вы меня цитируете или кого? Еще раз так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Первичное плодоношение самое ценное. Косточки дают расщепление соя с культурно-гибридной формы. На знак вопроса. Это касается корнесобственных приятных хлебах. То ли я отвечал. Ой-ой-ой. Знаете, что? Я, может, ее как-то это потом. Потом я не смогу сюда попасть. Серьезный вопрос. Я, понимаете, для этого нужно подобрать этот. Смотрите. Я сейчас оказываюсь в том месте, где мы закончили. Вот. Вот сюда я вот это письмо скопирую. Вот это вот. Да. Может быть. Потом поговорим. Мне кажется, что мы об этом говорили. Я могу забыть. У меня плохая память стала. Может быть. Может быть. Вот. Давайте на следующий вебинар. Можно. Мне стыдно отфутболивать. Но дело в том, что тут надо так поговорить, что еще и вы пожалеете, что за вопрос задали. Так. Александр Выборг. Наши выборгские дикие груши растут в глине. Почти на болоте. И хоть бы хрен. А ты видите. Вот чем они отличаются от этих, от моих уссунистких. Вот такая разница. Почти на болоте. Да и тогда цены нет вашим грушам. Я только сейчас пугал его сам. Что эти груши-то? Они не везде растут. Поэтому поначалу я недоумевал, когда вы говорили, что они сырость боятся. И приваются на них тоже на раз. Вывод. Приваются хороши все дикие груши, не только уссурийские. Александр, Вы расширяете мои познания. Спасибо. Другое дело, что вашим грушам, если они растут и на болоте, и в глине, цены нет. Моим цены нет. Почему? У уссурийская. Они же тоже разные бывают. Вот вы знаете, есть такой человек, не хочу называть его фамилией, я не хочу лишний раз вспоминать. Он в моей жизни зловещую сыграл роль. А сыграл роль как? Когда крупнейшая газета, которая меня печатала, и которая мне не только платила, но и премии огромные выплачивала. И я был впереди планеты всей, был момент. Вот. Я лауреат, я-я-я-я-я-я-я-я. А потом бах, посева письма. А он, профессор, доктор наук, меня взяли и заткнули, и навсегда похоже. Вот. Я его фамилию не называю. Так это было. А я однажды, я смотрел фильм, просто писали ролик, а вот он. Ну вот он, вот. Я смотрю, на фильме он выкапывает грушу, вот. А у него, а он не железов, которые открытая душа, себя реакта, все доедино, включая эти, включая Нобелевские премии, все она пока, все открыто. Подарил. Человеческу подарил. Только премия получит другой. А он не так. Он вырезает ему корреспондент, он выкапывает грушу, и вот такой саженец, ну, допустим, сантиметра восемьдесят, да. А у него такой корешок, маленький это, а у груш, и он рассказывал, вот это, то, что маленький корешок, он выдал, как огромное достижение, что он умудрился вырастить особый, как бы подвид, ну, там особый, этот самый, допустим, фенотип груши, да, именно сеянцевый. С маленьким-маленьким корнем. И вот-то она-то получается-то для болотистых мест, а он-то северо-запад, как и вы, понимаете? Тоже северо-запад. И приподнёс так, а его спрашивает корреспондент, а скорее откроете секрет, как у вас такой груша, такой корешок? А он так посмотрел, сказал, поняли? Ну, я запомнил, что? Что он, возможно, в этом вопросе обогнал всю планету, у него получились сеянцы с коротким корешком, который может посадить даже там, где близко готово вода. Он это выдал, как за достижение. И, наверное, так оно и есть. Для меня это секрет. Я не могу вообще секреты раскрыть. Как у него сеянцы оказалась такая. Это может быть путём длительного отбора. Это тоже работа важная. Просто отбирать, сеять, отбирать, сеять поменьше, поменьше, поменьше корень. И, наконец, теперь он может размножать саженцы, а они в болотчих местах не умирают. Но у вас-то совсем другое. Понимаете? Почти на болоте хоть бы хрен. Вот. Поэтому, а если он просто нашёл эти груши, вот вы и говорите, а он их просто взял, именно с короткими... А кто сказал, что у вас это самое, что дикие груши имеют длинные корни, стержневые? Это когда метр вверх и два вниз под почву. Это уссурийки. А ваши-то, наверное, не так. Может быть, он-то готов это и взял. Вот ваши выборские дикие груши растут в глине почти в болоте. Он их взял, как бы выделил. Только у вас просто растут. А он уже подошёл, как учёный. Вот. И размножил их. И может быть, они у вас растут в глине на болоте именно потому, что у них короткий корешок. Но на данный момент мы... Это всё предположение. Но интересно. Так, ствол абрикоса Виталий. Трёхлетки, два метра, кора грубая, но верхушка полумесяца. Пришлось завязку колышку вернуть. Или в таком возрасте пусть гнётся эта ветка от развилки. Так. Ветка от развилки. Знаете, пока не вижу дерево, ничего не скажу. Может понять и так, и это. Вопрос, надо ли её гнуть или не надо гнуть. Или пусть гнётся как хочет. Но пока я не вижу фото и этот же вопрос, я ничего не скажу. Так. Недавно сосед спилил дичку-грушу. Я думал, будет вся гнилая. Ага. Толстенные ветки пилил он. Вся изрезана. Росла в глине, всё чавкало под ногами, да ещё он... Так, а кто это у нас? А, Выборг. Опять же там. Так, Росла в глине, сичавкало, да ещё он зацементировал всё основание. И что вы думаете, был чистейший белый спил? Ну, дикая груша. Ну, что вы хотите? Дикая груша? Вы знаете, вот это и не надо удивляться. А вы попробуйте на неё привить, а потом посмотрите, что получится. Вот. Ответ такой. Это дикая груша, поэтому чистый белый спил. Так, Тверь. Недавно у неё попалась статья «Селекционер Людвиг Бербанк, обогативший Америку». Вот она статья. Там рассказывается ситуация, как он хотел вывести без колючек. У него 16 лет ещё не получалось, пока он посоветовал ни одной йогой, не стал с растениями разговаривать. У вас были такие примеры? Нет, я и этому не верю. Вот. Сейчас по истечению 100-200 лет можно всё можно быть. Нет, я в это не верю. Наш современник, его как бы последователь это Мегре, который придумал всё это пропускать через кишечник, чтобы загадать желание, пропустить через кишечник, сходить вместо туалета на грядку, смотришь эти самые семечки, которые пройдут через желудок, через кишечник, не растают, а станут новыми совершенно сортами. Это в Мегре, ко мне нет. Значит, чудеса есть. Я заметил людей, у кого есть проблемы, ой, не буду говорить, боюсь. В общем, у людей есть золотые руки, волшебные руки. Какая-то энергия от рук передаётся семенам или даже саженцам. Вот это есть. Я бы на это не обратил внимания, но казалось бы, взял, хорошо, всё привил, всё отлично, другого научил, точно так же повторил всё. Нет, вы знаете, у одних идут прививки у других, которые вообще являются специалистами в близких областях. То есть, он тоже руками всё умеет. Вот как у меня это, завяжи глаза, он мотор от Тойота разобрал, собрал. Вот. А прививки не идут. И это нам понял, что энергетика от рук, а может быть и от мозга напрямую, и у кого сильное влиять на растение может. Вот именно разговаривать, это как раз он разговаривал и именно с помощью разговора. А вот просто желание как-то передалось растению. Вот. Но как бы это сказать-то? Я не то, что верю, не верю, это не доказано, скажем так. А у меня только что бывало очень удачные примеры, когда деревья почему-то меняет качество своей веки на день губернатора. А может, она и ни при чем, может, говорят, ее правда лженаука, просто за счет биополя меняется качество дерева. То есть вступаю в связь с деревом с помощью, то есть я и какое-то дерево, а вдруг мы правда симбионты. Может, в этом дело, а не в том, что влияние подвое на привой. Может, влияние отсюда или с рук попадает на привой. Но этого никогда никто не узнает. что дело. Так. Так. Александр. Добрый вечер. Рыка себе стой для обрезать подмерзшие ветки у груши и венгерки подсадавшие после полутора вечера к морозу до 35. Отрезайте. Хуже не будет. Только не отрезайте по-живому. Вот где-то граница вот тут мертвая тут живая. Отрезайте так, в случае немножко сухого останется. Живого не режьте. Так. Вывести кактус без колючек. Смотрите. Самое страшное это когда груша первый раз проносит плоды на седьмой год. Оказывается, что груша сусимитого сорта. Ну, а вы имеете ввиду привитую или не привитую? Вот. У меня было, вот смотрите, у меня таких примеров мало, но каждый запоминает как самая сладкая груша в моей жизни. Осенний Яковлев. Есть груши такие же сладкие, но уже не слаще. Он как бы первые пятерки. Осенний Яковлев. Я ее привил. Я жду, 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 жду. Вот. Жду, жду. Наконец, я получаю первое рожай. Вот такие игрушки. Вот такие вот. Кривые, с кривизной. Знаете, когда вот все вот. Вот так вот показал. Вот. И все. Некогда было спилить, некогда было. На следующий год она оказалась самой сладкой, которую ел моей жизни. Игрушки прекрасные. Средний размер. Зеленые. Такие, знаете, мне так нравится, когда они вот такое кормы имеют. Примерно. Ну, красавцы. Ну, первый то рожай какой был. Так что судить пока не будем. Может, и ваше случение. Вот. А насчет не того сорта. Конечно, если скорее всего это был просто обман, может быть. Или бывает мы сами обманываемся. Описание в интернете такое, что любой сорт походит. Фотографии ворованные и все разные. Да. Надо делать честный каталог с настоящими фотографиями. Надо. Так, всем здраво. Юг Башкирия. Это Игорь Сафин. Май, жара. Ой, ой, ой. Ну, опять Башкирия. Что вы хотите? Юль, жара с облачками. Сочувствую. Теперь вас. То, что я 30 лет переживал, теперь к вам пришло. Это бесконечные заски. Александр Лецких. Расщепление слоя скульптурной формы кочки первичного подошения. Это цитата Бродского. Чем обусловлено, просто интересно. Так, значит, тогда все это самое. Снимается я не буду, раз это тусит цитата Бродского, вот, я не буду комментировать. У нас это считается неэтичным. Поверьте, как там. Можете не поверить. Можете сами вырастить, проверить, сказать, да, согласен, да, не согласен. Я это письмо комментировать не буду. Вот то, что вы прощепление слои. Тем более, что, знаете, почему? Точного ответа нет. Столько факторов, вот, а тем более, если это броски, вот, нету. Все. Первый раз, может, за год или за два, я не отвечаю на вопрос впервые. Вот такие дела. Ну что, мы закончили. Больше никто не пишет. Давайте прощаться. Мы неплохо с вами поработали. Потом все это разойдется. Хорошо, если бы это. Все равно вот за две недели за пятьсот человек не выходит. За пятьсот просмотров. Надо, чтобы это. Я когда-то наивный был. Я что делал? Я, это, надеялся, что вот так обойдет. сейчас передавать будут друг другу, это же очень важно все. Пересылают друг другу ссылки и обойдет всю планету и всю Россию. Нет, никто. Нет, судя по всему, учитывая, что пятьсот человек посмотрят, и на этом все. Но мы так погоду не сделаем. Ну, потом будут еще переделки, статьи, вот, эти самые, тексты, это все впереди. все-таки не сравниться нам, не, нам не сравниться с ними, с теми, кто учит убивать деревья. Все, друзья, до свидания, на этом разговор закончен. Но, тем не менее, я вас жду. Привет, Александр Алексеевич, реплик. Такой человек среди нас, это моя гордость. Я горжусь тем, что сам реплик из Москвы на наших, на моих вебинарах. А так, в общем, в следующем понеделье мы снова встретимся. До свидания, друзья, спокойной ночи. Я отключаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok